Адрен уволен, соси, сука Привет, с вами Гэтлайт Парень в 14 лет попался против Адрена и Фича, матч был очень жесткий Если вы смотрите этот ролик, значит в инстаграме в истории есть уже зашитое ухо Как оно выглядит без пластыря, можете орнуть Но не вздумайте подписываться, потому что скоро снимут швы и не надо вам этого видеть А в ролике есть несколько крутых фишек, нюансов, ошибок, которые могут вам действительно принести профит в будущем Приятного просмотра Хочешь эту тачку? Тогда иди в качалку А у нас ты найдешь топовые кейсы с дорогими скинами Новую систему апгрейда дропа Бесплатные кейсы И самое главное, достойную окупаемость JustCaseNet Крутые скины доступны каждому Кликай на ссылку в описании, чтобы активировать скидки Вот сразу показываю для тех, кто возможно сказал бы, что это не Адрен, я всех обманываю Потому что такие люди действительно есть Вот медальки, все такое Вот видим чатик, это действительно Адрен Адрен, все нормально На живой раунд ребята выиграли, поэтому давайте посмотрим, как дефит Надеюсь я правильно произношу, если что буду говорить, сокращенно Дев Играет за контртеррористов, в основном это будет игра на Апланте Занимает вот такую позицию, чтобы если тип выходил медленно, он спокойно поставил ему голову Если выходили толпой, то тоже пару голов спокойно можно зацепить, просто стреляя спреем в эту точку Террористы все-таки вынуждают сделать перетяжку своим обильным присутствием в меду Но Дев возвращается, забирает одного на Апланте И эта катка, в этой катке есть такие моменты, нюансы, которые вы обязательно возьмете себе на заметку, будете ими пользоваться Потому что, вот вроде бы это очевидно, но я этого никогда не делал Вот мне интересно, делали вы так или нет Занимает ближнюю позицию, пока Адриан и Фич собирались выходить на Аплент Подловил Адриана, который пытался пикнуть с деглом аккуратненько И стал на уступ возле Тетрис Вот, к примеру, про этот уступ я вообще не знал, что он там есть Сколько я играю в эту игру, даже внимания не обращал Но он на него встал, и то есть таким образом мог выцепить голову в коврах То есть, кто не знал, имейте ввиду, мне больше нечего сказать Как и огромное подавляющее большинство игроков на 10-х лвлах фейсит, а он играет максимально аккуратно Я постоянно произношу эту фразу И, возможно, я хочу толдычить ее вам в голову Потому что на стримах я такого не замечаю Возможно, мне просто это нравится Но до последнего стоял под коврам Под коврами И на неждание забрал Яму Забирает второго, и интересным образом он заберет также третьего Не то, чтобы здесь что-то невероятное, но Было довольно забавно Остается два противника, готов также встретить был Яму В него прошивает, он выжидает момент И стреляет именно в эту точку Запомните, если вы стоите под коврами Просто куда надо стрелять? А то стреляют где-то в центр этой дески Вообще вверх, хер пойми куда стрелять Нужно именно сюда, тогда вы заберете Все Запомнили, да? Запомнили И иногда я буду обращать внимание на действия, которые совершают именно противники Крутые действия, которые можно также брать себе на заметку Сейчас противник стоит возле китчена Не знаю, кто кого не ожидает Скорее противник не ожидал, что Дев займет такую позицию И почему Что сейчас произошло? Адрен На неждане Наскара убил китчен Наши типы знали, что один парень, противник Есть на Эдварде Второй с бомбой То есть понятное дело, что второй с бомбой Сука, должен спрыгивать и ставить плент Сразу, чтобы выиграть раунд Но Адрен поступил иначе Нестандартно залез на машину И стал дожидаться выхода из китчена Именно поэтому на неждане и подловил Дефита То есть можете так делать Нежданно, это всегда хорошо Несколько человек есть в Миду Бомба видим в Ледере Ледер пробивает решетку И топая Просто топая Несется с бомбой один За что его наказывает Деф И как бы бомба выбита У Дефа есть смок Да, он его реализовывает Сразу же несется хелпа с китчена Смок забирает противника Деф под этот килл И под этот смачок Сразу же пробирается в джангл То есть Я не знаю на что рассчитывал тот парень Который бежал с бомбой так беспечно Типа Возможно для него это кажется Изя катка Однако Не все так просто как хотелось бы Матч был действительно Очень интересный и потный Забирает еще одного савика Ну и в принципе такой раунд И честно я так и не понял Это был фулл стак Или Деф пошел играть Соло на фейсете Потому что в начале игры Все разговаривали на английском Но при этом у них игра довольно слаженная И что дает Дефу В такой ситуации Когда все Атакуют аплэнд Сидеть и отмораживаться на коврах Это невозможно Без какого-то командного взаимодействия То есть Походу это дефолт На 10 лвлах так играть И Он меня восхищает Это круто Тот же раунд аккуратно пробирается Вглубь лунта Находит голову за лавочкой Про последнего инфа должна быть Потому что в начале раунда Тот тип был в меду Значит скорее всего он будет в апсах Да Спокойно с ним справляется 5-5 Впервые этот смок я видел по-моему В демке экзампла Отличный дым И все постоянно пользуются Во-первых служит как ванвей Во-вторых Тушит вот такие вот Перелетающие фаеры Можно с ним спокойно спрятаться Можно в него войти Пока террористы просачиваются Сквозь этот же смок Не знаю почему Террорист пытался в него ворваться Очевидно что этот смок Должны были смотреть Пока отбрасывает флешку Его не смог убить противник Так же с ним справился Но по всей видимости Это 9-6 в первой половине Деф забирает третьего Минус 3 в этом раунде В принципе Аккуратная игра закатачников Мы увидели что можно Просто отмораживаться В некоторых ситуациях И благодаря этому Спокойно делать легчайшие киллы Несколько раз мы это продемонстрировали Поэтому Мне понравилась эта игра Для 14 лет Играть против таких сильных соперников Хорошо играть Это очень круто Это сильно И здесь ничего удивительного не будет Но произойдет банальный момент Который в принципе очевиден Но я им никогда не пользовался Я даже не видел что им пользовались Выпрыгивает из окна И в полете Он остановился Показываю еще раз Выпрыгивает из окна Сделал стрейф в противоположную сторону Чтобы остановиться Чтобы в этом моменте Тип который возможно находится в иглу На Эдварде Не смог его сразу увидеть Если бы он не сделал этот стрейф Не остановился в воздухе Вот этот тип на Эдварде Сразу же начал в него стрелять До того как Деф еще приземлился Ну то есть Я такого не видел Вы поняли Зачем это сделано Выпрыгивая из окна Станавливаетесь в полете Чтобы приземлиться Сразу возле стенки А не вылетать дальше Не попадать под прицел Типа с Эдварда Даже во время приземления У вас от этого прыжка будет Отдача Вы не сможете нормально стрелять Он это все сразу же пресекает Вот таким вот маленьким движением То есть Я этим не пользовался Думаю Многие тоже этим не пользовались Пользуйтесь Кто не знал Пользуйтесь Все Меня этот момент порадовал Ничего более Довольно разгромный счет на табло Дефолтный выход Дефолтный смот на старте Жесткий недефолтный килл Забирает первого и второго Ну в принципе У террористов сейчас эко Возможно Калаш был засейвлен Я точно не помню Проверил низ Это очень важно То есть Ну я не знаю Вот этот момент Сразу показывает Что парень играет в КС Довольно часто И не забывает о таких Мелочах К примеру Я играю в КС Только на стримах С вами Не ради игры А ради того Чтобы пообщаться И забываю о таких мелочах Он это все помнит И спокойно То есть никаких проблем С проверкой позиций У него вообще нет Потеряли последнего КТшника Он красный Не знает где они находятся Адрен находит на шарте Спокойно Минус 3 И чтобы вы понимали Счет 13-6 Как вы уже наверное поняли Ребята эту катку проиграли То есть Осталось взять всего лишь 3 раунда И давайте наверное Эти остальные моменты Посвятим тому Что же произошло Какие ошибки Допустили ребята Или Наш деф КТшники поставили На бепленд авики Проблема даже не в этом авике А в том Что сейчас совершит Дефит Не знаю Можно ли назвать это ошибкой Он взрывается в фаер И Ошибка это Или не ошибка То есть когда я советую Пересматривать свои демки И находить там ошибки Нужно понимать Что такое ошибка Есть ли она Вынужденная Невынужденная Или это просто Оправданное решение Которое не принесло результат Сейчас у дефита было Два варианта Бежать в этот фаер Или остаться с тиммейтами Но пока горел бы Этот фаер Все КТшники Абсолютно перетянулись бы На бепленд И выйти на него Уже было вообще В принципе Невозможно Он решил на неждание Ворваться в фаер Пока он не носит ему Много урона И попробовать Дать минус Тем самым Открыв бепленд И дать путь Своим ребятам То есть это было В принципе Оправданное решение Которое просто Не принесло результат И ошибкой Такое назвать нельзя Как по мне Идем дальше Счет уже 13-7 И возможно Некоторые ребята Которые смотрят Свои демки Извлекают ошибки Оттуда Оттуда в принципе Их не нужно извлекать К примеру Сейчас фич Под флешку Жестко поджал Можно ли это Назвать ошибкой Не знаю Ребята играли Скованные К такому В принципе Можно было Приготовиться Что они решают Что-то изменить В своей игре И поджать Мид Однако Это была Профессиональная Флешка Которая Ослепила всех И то есть Не оставила Ребятам Никаких шансов Быть готовым К такому Всегда В принципе Невозможно У террористов Может быть Такая задача Что двое Должны Быстро Нашуметь В миду И именно В этот момент КТшники Решат проявить Агрессию То есть Все пойдет Не по плану Поэтому Здесь просто Круто Агрессивно И неожиданно Сыграли Именно КТшники Поэтому Это в любом Случа Не ошибка А похвала Контртеррористам Потому что Опять таки Скорее всего Это не стак Нет никаких Командных Наработок У пацанов Ну и все В принципе Единственный момент У Дефита Которому я мог бы Придраться Это вот К нему Начинают стрелять Он около секунды Или полторы секунды Не понимал Откуда в него стрелять Что происходит Почему-то Вел прицел С джангла Не спрыгнул Просто Ну растерялся Возможно Вряд ли Он конечно бы С деглом Все равно Перестрелял Чувака Сэмка Который уже В него стреляет Но Опять таки Ничего в этом Страшного нет И никто бы его К примеру На протестене За это Не ругал Потому что Вот этот недочет В принципе На раунд Как бы Наверное Не повлиял Но давайте Представим Что Деф Все таки играет В какой-то команде И мне кажется Софт-тренер Поговорил бы Серьезно По поводу Вот этого движения Он сейчас взял И отвернулся От флешки Которой От возможно Флешки Которую спокойно Мог бросить Поджимающий Контр-террорист Однако Зачем ему Отворачиваться От флешки Если мы сейчас Видим Что если КТшник выйдет Он в любом случае В первую очередь Увидит Дефа А не вот этого Его тиммейт Он в любом случае В первую очередь Начнет стрелять В него То есть Приоритетнее И удобнее Было бы Отворачиваться Типу Которая идет У стенки Пока КТшник Выходящий Возможно Выходящий КТшник Под флешку Пикал бы Дефа Отвернутый Тиммейт У стенки 100% Боего убил Что бы произошло Если все-таки Прилетела флешка И был бы поджим Пока Деф отворачивается Не факт Что при развороте Он смог бы Справиться С таким противником А тиммейт У стенки Все равно слепой То есть Это 100% Минус 2 А если подвернулся Тиммейт У стенки То был бы 100% Размен И это очевидно То есть Геометрия карты Постоянно должна Учитываться Надеюсь Что мысль Донес правильно Вы ее поняли И в принципе Согласны со мной 14-13 Арморы и пистолеты У пацанов Задача Минимум Поставить плент С которой они Успешно справляются И Что мы сейчас видим Одного типа Забирают Противники Для противников Этот тип Находился под коврами Поэтому второго Они здесь никак не ожидали Это дало Возможность Справиться сразу С двумя противниками С деглом Однако Опять таки Можно назвать ошибкой Потому что Сейчас он убил Двоих из под ковров Очевидно По нему есть информация Но Ему нужно взять дроп И сделать это нужно Максимально быстро Чтоб его не убили Однако вместо того Чтобы быстро прыгнуть На тетрис Он почему-то Как-то по диагонали Непонятно бежит В сторону ямы Если бы он Прыжком забрал дроп И прыгнул на тетрис Скорее всего Он бы здесь не погиб И возможно уже с дропом Они прозрулили этот раунд Играть так Не ожидал что его все-таки заберут И Недочет Опять таки Не то что ошибка Просто игровой момент Который мог Произойти по другому Можно было здесь не умереть Можно Но он все равно погиб И Ну так получилось Как бы два минуса он дал Кажется это более чем достаточно Для такого раунда Вот отделили мы внимание Некоторым недочетом Может уже кто-то думает Что парень играет не очень Однако 14-14 Соответственно раунд Пока Один шумел под окном Он спокойно прорвался Джангл забрал Окно Забрал второго Остается 10 хп И каким-то чудом Забирает еще И третьего Просто уничтожил Аплент И Ничего удивительного Потому что он погиб У него 10 хп Он убил троих Мог конечно сидеть в яме До последнего Но ничего страшного Наверное просто хотел Выжать максимум Из того что имеет Но что сейчас делает Парень под ником Бордовый Слушайте внимательно Я надеюсь Было отчетливо Слышно Как ктшник Спрыгнул Из окна В мид И бежал В коннектор Я не понимаю Почему бордовый На это не среагировал Он мог спокойно Разобраться С двумя Этими противниками На неждании Убить Типа В миду И плент Стоит под него Он с авиком Все это Легчайший раунд Как он на это Не среагировал Зачем Зачем он так поступил Точной ситуации Всей Я не знаю Почему так вышло Почему он его не услышал Однако Из-за этого Игра и была Проиграна Возможно были на это Какие-то причины Придираться не будем Но представляю Как было обидно Дефиту Все сделал для раунда Однако на этом Он все равно Не сдался Ситуация 2 в 5 Заметил одного На сэндвич Моментально реагирует Бросает паэр И выкуривает Противника Из этой точки Знает Что про него Уже есть информация Тиммейт Тем временем Справляется с Противником Совершенно в другом месте На карте Не увидел Каком именно Знает про одного Забирает кт Все Точка освободна Однако бомба лежит Где-то около меда Как говорится В дратути Убивает одного Забирает плент И пока ктшник думает Что Ребята сразу же Пойдут по дороге На бплент И они возвращаются На точку А Снова И разумеется Спокойно выигрывает Этот раунд Минус 3 15-15 Но на допах Адрэн фич Компания Показывали Ситы Запредельные результаты Выиграть их Было очень трудно Как слышали Сейчас фич Полтапа Вырубил одного Точной инфы Видимо по фичу Не было Поэтому Отлетел еще и Дефит Как бы Игра была Очень сильная Очень крутая Обидно Что они выиграли Спокойно Могли забирать Эту катку 14 лет Парень Играет На таком Уровне Возможно Это кого-то Сможет замотивировать Потому что Ну все-таки Школьник Да А игрок Очень достойный Может он Почему не можете Вы Тренируйтесь Подписывайся Участвуй в розыгрышах В описании В группе Кстати есть видосик Которого нет На канале Можешь заценить Возможно Вам такое зайдет А с вами был Блэклайт До скорых встреч